я прилетел в аэропорт и сейчас выдвигаюсь набережные челны дождь подкорректировал наши планы класс так это что-то из местной поддержки спектакля кончен романтика приветствую с вами ваня романтик и это мой влог про нишелиговый футбол фанатизм граунд хоппинг и все что с этим связано знаете у меня иногда такое случается что хочешь посетить матч какой-либо команды она в итоге поднимается все выше 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 и попадает в самую верхнюю лигу наши рпл ну и соответственно она уже не сильно подходит под то о чем я люблю снимать смотря на команды которые идут самой верхней части турниры таблицы фнл я заметил там команду камаз из города набережные челны она идет сейчас в стыках занимает третье место я решила мало ли вдруг она попадет в рпл я тогда уже не смогу сюда съездить решил это исправить я прилетел в аэропорт и сейчас выдвигаюсь набережные челны погнали ну вот мы и добрались до самих набережных челнов нас встречает какой-то ветерок но это все ничего очень странно на самом деле в плане добирания от аэропорта до набережных челнов нету никакой вообще остановки автобусные хотя бы как-то обозначенной в интернете я опять же смутное нашел какое-то расписание автобусов не рейсового а частного и непонятно было приедет он или нет и весь народ который прилетел на нашем рейсе они как-то попрыгали по машинам кто в такси кто куда и тоже уехал ну нам тоже ничего не осталось кроме как взять такси надо ехать на такси такси из аэропорта вы обошлось нам в 800 рублей эту сумму мы поделили еще с одной женщины пополам получается с нас двоих с лерой вышло по 200 рублей с человека в принципе я думаю нормальная сумма вообще помимо аэропорта сюда в набережные челны может добраться на поезде правда ехать почти сутки но на самолете лететь в районе двух часов даже чуть меньше поэтому самолет конечно поудобнее сразу мы не доехали до центра у нас есть немножко времени до матча и мы отправляемся на стадион еще один в городе здесь он называется стадион строитель стадион строитель появился здесь 1979 году можно сказать это наверное первый большой стадион здесь в городе раньше тут тоже был стадиончик но с трибуны в три ряда а в конце семидесятых отстроили две большие жаль что осталась всего одна и снесли видимо совсем недавно раз на картах еще видно то чего нет уже живую до первой реконструкции здесь стадион вмещал почти 10 тысяч человек 9 небольшим здесь два яруса трибун на одном сейчас есть стулья второй полностью закатали и он теперь не помещает посетителей сейчас тоже по ходу проходит какая-то реконструкция но видимо не сильно глобальная просто косметический ремонт до того как футбольную пальму первенства забрал челнинский камаз здесь была команда турбина и она выступала во второй лиге чемпионата ссср но потом можно сказать они поменялись местами с камазом турбина же лишилась профессионального статуса и в любительских чемпионатах выступала до нулевых годов кстати про нулевые года здесь также выступала команда сатурн в городе и она в свое время существовало всего пять лет но за пять лет успела подняться из любительских чемпионатов опять же дойти до второй лиги где они выступили сезон и благополучно в кавычках развалились но для камаза этот стадион является культовым потому что именно здесь в 1993 году они провели свой первый матч высшей лиги тогда они встречались здесь против команды урал маш интересное архитектурное решение прямо перед входом на стадион строитель вообще здесь по городу встречаются различные скульптуры и они каждая имеет свое название но вот просто посмотрев например даже на эту непонятно ну что это такое вроде бы она называется спорт а по городу и встречается еще несколько у них также есть свои названия также они довольно забавные жаль мы не успеем наверно на них посмотреть совсем недалеко от стадиона находится дом культуры и на доме культуры просто из полинских масштабов мозаика как обычно на торце но если в каком-нибудь наверное другом городе я бы это обязательно отметил ну и хотя и здесь я тоже отметил советских зданий очень очень много поэтому и все-таки здесь списывается в ландшафт при таком огромном количестве панелях которые здесь везде всюду подберите себе любой более понравившийся синоним кажется что здесь вообще нет никакого там старого города да как принято везде но все-таки совсем небольшой кусочек старого города здесь есть в этом месте было когда-то такое небольшое поселение два точнее поселения челны с разными приставками честно не помню какие отсюда уже как раз можно сказать начинал разрастаться город набережные челны свое время его кстати еще шесть лет называли как брежнев в честь всем известного политического деятеля но спустя шесть лет обратно вернули название набережные челны вот так вот выглядит архитектурное наследие города набережные челны один из наверное самых старых домов здесь в городе хотя он был открыт и построен в 1937 году информации про здание еще старее я не нашел это когда-то был государственный банк что здесь сейчас не знаю вышли к набережной причем набережная здесь интересная потому что тут сливаются воедино целых три речки это река челна река с интересным названием миликеска ну и конечно же кама которая очень большая именно здесь как раз и была территория старого города старого поселения было бы здорово сейчас запустить здесь дрон посмотреть на это все с высоты птичьего полета но резко начавшийся дождь подкорректировал наши планы ждать пока он кончится мы естественно не будем я конечно баржу видел в своей жизни ну и дома деревянные видел но чтобы на барже стоял деревянный дом такой я встречаю впервые разумеется я не мог не попробовать что-то из местной кухни зашли в одно из заведений взял себе лагман и взял себе какое-то блюдо под названием бележ надеюсь я правильно это произнес приятного аппетита всем кто тоже сейчас кушает знаю то что многие смотрят мои влоги как раз за столом за кухонным первое лагман на очереди класс после прогулки просто залетает короче выключаем камеру я официально объелся вы лишь очень вкусно лагман тоже вкусно вкусно романтика пара слов о городском транспорте мне понравилось что в челнах хорошо развиты трамвайные линии понятное дело что есть и автобусы и маршрутки но в этот раз мы ими не пользовались кстати остановки стадион камаз вы не увидите в городе зато будет вот такая если с одной стороны к территории стадиона прилегает проспект с другой стороны тоже проспект но между проспектом и стадионом есть еще парк гренада вообще и парк и стадион примерно одного возраста потому что стадион появился здесь 1978 году и как раз он был построен на пустыре парка тогда как раз шла активная застройка в принципе всего города совсем недавно была реконструкция кстати и в парке их на стадионе сейчас посмотрим как он выглядит вот и настало время матча подходим к территории стадиона здесь главный стадион не один есть еще несколько запасных полей по наличию времени сейчас наверно прошвырнемся посмотрим на них ну и конечно же запустим дрон чтобы посмотреть как это выглядит с высоты в интернете была анонсирована продажа билетов я надеюсь что в кассах все-таки можно взять какой-то бумажный квиток чтобы он остался на память возможно я прав возможно не прав сейчас посмотрим заветные квитки приобретены один вышел стоимостью 250 рублей за 2 я отдал 500 соответственно сектор выбирал поближе к домашнему фанатскому разумеется чтобы посмотреть на поддержку местной команды камаз если сектор расположен по традиции за воротами то я взял на центральную трибуну но поближе к краешку еще продается в кассах программки по 150 рублей а программки не собираю поэтому не приобретал ее вот заходим на территорию стадиона как слышите там играет музыка выступает кавер-группа выступление тоже была анонсирована в группе вконтакте команды поэтому классно значит здесь работают хотя бы как-то с болельщиками чтобы они не скучали до начала до начала встречи спектакль окончен помнится в давние-давние времена моего активного фанатизма мы ездили на выезд в ладикавказ ровно 10 лет назад получается прошло это песня была просто хитом выезда мы ее исполняли везде и в поезде и около стадиона на стадионе не исполняли потому что там нас камнями как-то закидывали немножечко совсем но было исполнено раз десять если не больше и здравствуйте телефон Летит. Летит. Лебеди. Футбольный клуб Camaz появился в 1981 году Труд. Кон nên ע共инный завод llegó. It's one of Inclusive ways to get Commkit. Не знаю, как правильно сказать. В свое время этот клуб даже назывался «Торпеда» в течение пару лет. Именно в то время первые ростки фанатизма мы могли увидеть в городе. Но уже всем привычное название «КамАЗ» к ним пришло в 1990 году. Именно тогда они завоевали путевку во вторую лигу СССР. Мы заходим на стадион, но команды в этот момент как раз выходят на поле. Идем занимать свои места. Матч начинается. И, разумеется, марш Блаттера. Куда же без него. Дорогие друзья, 26 сентября в Ижевской школе номер 88 произошла ужасная трагедия. В результате которой оборвались жизни людей. Кто? Частей и детей. Поле в парке Гренадо появилось, в принципе, как и весь город в 70-х годах. Первая трибуна здесь была построена и открыта в 1977 году. За последующие почти 20 лет, до 1993 года, вокруг поля появилось уже целых 4 трибуны. Они вмещали в районе 12 тысяч человек. Спустя еще десятилетия здесь появился пластик. Ну, точнее, не просто появился пластик, а здесь появились пластиковые сидения. И вместимость упала на 3 тысячи. В 2015 году трибуны, которые здесь были уже не первое десятилетие, полностью снесли под ноль. И возвели такие довольно простенькие сборные конструкции. Теперь вместимость чуть выше 6 тысяч человек. Ну и, как видите, пока трибуны не полностью забиты. Интересно будет посмотреть, сколько же посещаемость была на этом матче. Разумеется, сразу мое внимание к себе париковал фан-сектор. А потом я опустил взгляд чуть-чуть ниже и увидел баннер Почты России, который развернут почему-то именно к зрителям. Для чего это сделано? И вообще непонятно. Так, это что-то из местной поддержки. Тоже, видимо, наработанное годами. Не будем отставать. Сегодня мы присутствуем на встрече команды, которая идет в верхней части турнирной таблицы. Это КАМАЗ. Они сейчас занимают третью позицию. Причем у них равное количество очков вместе с Рубином и еще с Тульским Арсеналом. Родина же идет в самом конце, занимает третье место с конца, получается. Разница между ними, правда, в очках не сильно большая. Интересный момент. Родина – это столичная команда. И в свое время, когда КАМАЗ выступал в премьер-лиге, в самом высшем дивизионе, они встречались с московскими командами. И в их истории есть такой пункт, что они каждую из московских команд обыгрывали. То есть и «Спартак», и «ЦСК», «Локомотив», «Динамо», «Торпеда» и даже «Осмарал». Кстати, если кто-то помнит команду «Осмарал», то поставьте обязательно лайк. «Красная Бресня», район, центр Москвы. Плюс к этому «Зенит» в той же когорте. «Зенит» также КАМАЗ обыгрывал. Обыграет ли седьмую команду из Москвы и команда из «Челнов», мы узнаем сегодня. Для тех, кто приедет сюда на футбол, сразу скажу, что не важно, на какой ты сектор покупаешь билет, потому что вокруг есть такие вот сквозные проходы. То есть купил билет на «С» трибуну, сел на «Д» либо наоборот. Не столь важно. Мы вот купили на «С» и немножко переплатили. Хотя можно было, наверное, купить на «Д» и сесть на «С». На секторе есть два участка, где трибуны окружены клеткой. Это, разумеется, домашний фан-сектор, ну и такой же выездной. На выездном секторе нет никого из людей, но так как мы приехали из Москвы, можно сказать, что мы пробили выезд за родину. Вообще у родины, кстати, есть свой фан-сектор, он называется «Родня». Не знаю, насколько они активны и вообще сейчас присутствуют ли как объединение. Ну а фанаты из «Челнов» по-верху празднуют в забитый гол, ну и во-вторых, они, разумеется, присутствуют на трибуне. «Романцы, Челнов! Романцы, Челнов! Романцы, Челнов!» За время своего существования футбольный клуб «КамАЗ» может похвастаться даже участием в Еврокубках. Пускай это всего лишь кубок «Интертота», но зато там она обыгрывала команду из Мюнхена. И представляете, если бы я сейчас сказал, что это мюнхенская Бавария, как бы звучало, да? Но по факту это была команда попроще. Мюнхен 1860, но сам факт победы в Еврокубках дорогого стоит. Если же брать Кубок России, то сине-белые добирались до 1-4 дважды. И из недавних достижений можно отметить 1-16, когда команда сыграла со «Спартаком» здесь 2-1. Это был 2019 год, и больше всего мне запомнился в тот момент перформанс на секторе набережных Челнов. Выглядела достойно. Не все желают платить за билет на футбол, поэтому наслаждаются видом вот с такой вот вип-трибуны. Около входа на одну из трибун есть палатка с атрибутикой. Встречаются и шарфы, и там вот есть значки. Сейчас из-за ребят не видно, подойдем посмотрим, почем они стоят, интересно. И интересно, какого качества. Пока идет перерыв, на поле проходят какие-то розыгрыши, но у местных большой популярностью в перерыве пользуется палатка «Шаурма-Сити». Ну и также туалет. Туалет не будем снимать и очередь. Вот, поснимаем очередь в шаурму. Стоит отметить, что народу в набережных Челнах собралось на футбол довольно много. Вообще, этот город второй по численности в республике Татарстан. И Казань, разумеется, это самый большой город. В фанатском плане нас мог ожидать довольно серьезный альянс из Татарстана. Но судьба распорядилась так, что эти команды, фанаты этих команд не дружат между собой. Ну и так как Рубин вылетел в этом сезоне в первую лигу, то нас ждет два дерби Татарстана. Одно уже было в августе в Казани, ну а второе будет в марте, здесь на стадионе КАМАЗ. Также можно выделить такой матч под названием «Автозаводское дерби». Местные фанаты не дружат с Атальятинской «Ладой». Правда, наверное, они давно не встречались между собой, потому что «Лада» играет во втором дивизионе довольно давно и без вылаза. Хотя и сам КАМАЗ на данный момент играет всего второй сезон в первой лиге. Начался второй тайм. В этот раз мы переместились немножко поближе к фанатскому сектору, чтобы послушать на качество зарядов от местной торсиды. И в ворота Родины назначают пенальти. Отличный шанс у КАМАЗа удвоить преимущество. Да, это 2-0. 2-0, 2-0, 2-0. 2-0, 2-0, друзья. КАМАЗ выходит. КАМАЗ удваивает счет. КАМАЗ! 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 К сожалению, пообщаться с фанатами в набережных Челнах у меня не получится, потому что парни не согласились дать интервью и встретиться. Поэтому расскажу то, что у меня удалось найти в интернете. Первый пункт, когда они появились, это был 1998 год. Именно тогда первый фанатизм появился здесь в городе. Причем дату основания невозможно забыть, потому что это был 9 мая. День победы во всей стране. Ну а здесь, в набережных Челнах, это был день ничьи, потому что местная команда КАМАЗ сыграла в ничью 1-1 с клубом из Ижевска, если мне не изменяет память. В тот момент объединение называлось «Золотая Орда». Чуть позже оно развалилось на несколько небольших ячеек, и одна из них называлась «Челнинская гвардия». Цвета у фанатского сектора были зелено-бело-черные. Почему они были зелено-бело-черные? Потому что команда выступала, естественно, в такой форме. Чуть позже они уже стали сине-белыми, такими, какие есть сейчас. На трибуне, на которой мы провели первый тайм, какое-то телодвижение. Почему-то туда побежало очень много людей, во-первых. Во-вторых, скорая побежала, ну, точнее, медики, команд. Тоже отправились через все поле на трибуну. Не знаю, что там происходит, почитаем потом. В 2019 году новость о местном коллективе «Автоград Крю» сколыхнула фанатскую общественность. По заключению набережной Челнинского суда данное объединение признали экстремистским в России. К сожалению, у нас в стране это не единичный случай. Можно вспомнить сразу «Динамо Киров» или, если брать республику Татарстан, то вспоминается коллектив из Бугульмы. Сейчас же, спустя три года, побывав на стадионе и увидев, что на данный момент происходит с сектором, с одной стороны видно то, что сектор тяжело пережил данное событие, с другой стороны радостно, что он не полностью исчез, и все-таки на нем теплится жизнь. Пока на поле идет где-то 74-я минута, мы вынуждены уже покинуть этот стадион. Почему? Потому что мы едем сразу на следующий матч. Какой вы узнаете в следующем выпуске. На этом же этот выпуск у нас заканчивается. На табло счет 2-0. И местная команда сегодня выступает в синей форме, причем с золотыми номерами. Возможно, они что-то знают и уже готовятся к выходу в РПЛ. Посмотрим попозже, потому что сейчас только идет 12-й тур. Если тебе понравился этот влог, обязательно поставь лайк, подпишись на канал, жми на колокольчик, чтобы не пропускать следующие видео. Большое спасибо всем, кто репостит эти видео с моей страницы ВКонтакте. Как я уже сказал, мы выдвигаемся на следующий матч, поэтому не прощаемся. Субтитры сделал DimaTorzok